Друзья, всем привет! Сегодня снова видео на кухне у меня. И сегодня такую тему интересную хочу затронуть о людях, которые всегда хотят халявы. Думаю, каждый сталкивался с такими людьми. И в процессе разговора поймете, о чем я говорю и почему я, к примеру, не понимаю вообще таких людей. То есть все станет понятно. Сейчас я работаю еще над одним материалом для следующего видео. Может на следующее видео, может через одно выйдет. Еще одна программа переселения, она называется «Для тех, кто рожден в СССР». То есть для тех, кто рожден в СССР, есть тоже программа переселения в Российскую Федерацию. Упрощенная, то есть я именно по ней готовлю сейчас материал. И, друзья мои, каждый, наверняка, кто давно на канале, знает, что я занимаюсь консультациями, консультациями по миграционным вопросам. То есть у меня есть номера телефонов юристов миграционных. Если я в каком-то вопросе некомпетентен, я с ними связываюсь. И они мне дают более полную консультацию. Вот, в общем, вот как-то так. И очень часто люди пишут, пишут в Директ, к примеру, там в Инстаграм, еще куда-нибудь. Вот у меня такой-то, такой-то вопрос, у меня-то такая-то, такая-то ситуация. И ты ему говоришь, ну типа, да, легко, давайте разберем вашу ситуацию. Ну и, к примеру, будет цена для вас там или 5 долларов, или 10 долларов. И человек такой, ну у меня же всего один, один такой маленький вопросик. То есть вот как так понять? В смысле, человек пишет, он надеется, что что-то бесплатно. То есть такие люди, наверное, они когда тоже такси вызывают, и такие, ну мне только до магазина проехаться, он у меня в соседнем доме, а почему вы меня не хотите везти бесплатно? Или такие на осмотр, ну как к стоматологу раз в полгода же ходим, приходят и такой, ну мне же просто осмотр, мне же не надо ничего лечить, а почему вы мне бесплатно делаете? И так далее. То у меня складывается такое впечатление о этих людях, или, к примеру, приходит в парикмахерскую и говорит, мне нужно челку подстричь, ну почему не бесплатно? Это же просто челку подстричь. Или девушка тогда пришла, ну мне вот старый лак снять с ногтей, и все. Или просто дизайн одного ногтя сделать, ну это же просто дизайн одного ногтя. То есть, а почему это не бесплатно? То есть, вот такое понимание у людей складывается, и я думаю, а как так? Это нормально, ненормально, вот странно какое-то. Я удивляюсь. И, друзья мои, я к тому, что кто оказывает услуги, какие-либо, постоянно сталкивается же с подобными, халявщиками их так назовем, и эти люди, им не стоит ничего убеждать, доказывать, что, типа, ты тратишь свое время, твое время тоже, он же сам не станет, к примеру, работать там 2-3 часа своего времени тратить на то, чтобы что-то сделать бесплатно. В любом случае, вот эти люди, которые вот с такими подобными вопросами обращаются и хотят бесплатно, это вот 1% из 100, которые в итоге что-то заплатят. В основном они ничего и не оплатят, и понимая, что бесплатно ничего им не будет, пойдут дальше, пойдут дальше, где-то что-то как-то искать, и потом вернутся к вам. Такое, кстати, бывало. И в следующий раз, когда этот человек приходит, я ему уже говорю совершенно другую цену, я ему уже говорю цену в 2 раза дороже. И он когда спрашивает, а почему, типа, было же дешевле, я говорю, ну, правильно, а теперь цены поднялись. То есть своеобразное понимание такое у людей должно присутствовать. Вот просто даже личный свой пример скажу. Вот я хожу в парикмахерскую подстригаться, вот уже раза 3 ходил к одной девушке, к одной девушке в парикмахерскую. Стрижка 300 рублей. Вот. Но по итогу я ей даю 350 всегда. 350, 370, там 380, что-то такое. И она говорит, ну, типа, 300 же, 300, там даже не 300, там 299, что-то такое. Она говорит, ну, 300 же больше не надо. Я говорю, девушка, это вам за ваш труд все. И знаете, когда я в следующий раз прихожу, мне создается впечатление, но не создается впечатление, оно так и есть. Ко мне отношение совершенно другое, совершенно иное. То есть, по своей сути, вот эти вот 100 рублей, они же для меня погоды никакой не сыграли. Но зато то качество услуг, которые я в дальнейшем буду получать, оно уже выше, выше получается. То же самое, когда я в зал хожу, бывает, придешь, на днях кофе подарил, то есть, пожалуйста. И отношение к тебе совершенно другое, то есть, меняется у человека. Я имею в виду, кофе подарил, кто, ну, чей зал этому человечку. Так сказать, подлизался к нему. Ну, на самом деле, тут чисто от души, потому что, ну, позитивный человек, с ним приятно общаться и просто сделать хотел приятное. И в обратном случае-то это же тоже работает. То есть, когда ко мне человек обращается за какой-то консультацией, то он мне задает перечень вопросов в списку, допустим, по переселению. Там у него вопросов, капец, вот такой список. И я ему говорю, ну, будет 5 долларов стоить. Вот, консультация полностью развернутая по всем вот этим вашим вопросам. Он говорит, хорошо, и переводит мне 10 долларов. Конечно же, я постараюсь дать еще гораздо больше того, что он меня не спрашивал. То есть, я ему даже постараюсь дать то, что ему возможно пригодится, но о чем он меня не спрашивал. То есть, понимаете, какая сама суть этого вопроса. И дело в том, что не у меня услуги какие-то дорогие. На самом деле, у меня услуги совершенно недорогие. Даже если брать, не так давно начал практиковать услуги еще по снятию зажимов, там, работа с медитациями, настрой, то есть, вот это тоже. И, к примеру, если брать таких же, так их назовем, конкурентов, у них, к примеру, одна консультация идет в среднем, это 3-5 тысяч. Ну, и у меня где-то идет там где-то 700, где-то 1000, где-то полторы, то же самое. Ну, тоже дешевле. Но это потому, что пока я еще оборотов не набрал. Но в этом случае, чтобы, к примеру, больше набрать людей, больше привлечь, я стараюсь за эту сумму, за те же, к примеру, полторы тысячи, дать гораздо больше, чем человек, которому они обратятся, за 5 тысяч дать. Потому что в дальнейшем этот человек опять ко мне обратился. И это работает. И то же самое и здесь. Здесь некоторые люди пишут, типа, ну, у меня же всего там один вопрос, у меня же, к примеру, всего там пару каких-то проблем, как от них избавиться, там, что посоветуете. Я говорю, ну, давайте, такая-такая цена будет, давайте начнем с вами работать. Да, там работать-то ничего не нужно. Просто скажите, я говорю, ну, если вам работать ничего и не нужно, то и ответьте на свой вопрос тогда сами. Но еще есть такое понятие, что нужно просто-напросто ценить свой труд. То есть, если ты когда-то что-то кому-то делаешь, ты тратишь свою энергию. И тебе нужно восполнять энергию другой энергии. И самая мощная энергия, энергия денег, она одна из самых мощных. И поэтому нужно всегда за свои услуги брать деньги. Иначе ты просто-напросто раздариваешь свой талант. Раздариваешь вот эту свою энергию, ничем не восполняя, и в конечном итоге она у тебя полностью опустеет. Да, есть бесплатные консультации. К примеру, человек, ну, вот, устанавливает фирму окна, и у них бесплатный замер окон. Но в действительности у них не бесплатный замер окон. Это только так говорится. Да, вы за это ничего не оплатите. Но они делают замер окон, чтобы узнать, какая будет работа проделана их мастерами, и какие-то еще услуги предложить дальше. То есть, вот этот сам замерщик окон, он еще какие-то услуги будет предлагать. И в 80% случаев вот эти услуги, они еще будут проданы. Поэтому под словом какой-то бесплатный замер или еще что-то, тут скрыт такой своеобразный маркетинговый ход. Поэтому за все всегда нужно брать деньги, в первую очередь, если ты делаешь какую-то работу, какой-то труд, неважно какой он, всегда нужно брать за это оплату. Потому что не беря оплату, ты в первую очередь обесцениваешь свой труд, и в дальнейшем тебе сама вселенная не будет не давать никакие возможности. Зачем тебе давать какие-то возможности, чтобы ты мог вот эти деньги тратить на свое развитие, если ты и так это готов делать бесплатно? Зачем? Смысла в этом нет. Пожалуй, это была именно та тема, на которой я хотел сегодня поговорить. Напишите, как часто вы сталкиваетесь с подобными халявщиками, и что вы вообще обо всем этом думаете. Благодарю всех за просмотр. С вами, как обычно, был Александр. Всем до скорого. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok